Здравствуйте! Это канал История Интересна. Я Наталья. И сегодня мы поговорим о самых шокирующих модных тенденциях Средневековья. На что только не шли женщины ради моды, но, пожалуй, самые безумные жертвы ей приносили в Средние века. Зачем грудь натирали крапивой и марганцовкой? Как шелковое белье связано с антисанитарией? Какая обувь была самой странной? Зачем на лицо наносили мышьяк, а в глаза капали белодонный? Какие рецепты красоты были самые убийственные? Для чего использовали мочу? Кто первым надел колготки – женщины или мужчины? Кто носил рога и что демонстрировал самый сумасшедший головной убор Средних веков? В Средние века, чтобы продемонстрировать свой высокий социальный статус и интеллект, было модно иметь на территории замка хижину с отшельником, в беседах с которым хозяин занимался саморазвитием. Сегодня нам уже не надо искать подходящего старца. Эксперты и ученые из МГУ разработали для нас онлайн-платформу Викиум. На ней с помощью когнитивных онлайн-тренажеров вы сможете развивать внимание, память, мышление, концентрацию и другие познавательные функции. Причем по индивидуальной программе достаточно заниматься 15-20 минут в день. Рекомендую. Ссылку на Викиум оставлю в описании. Сначала в моде были девушки хрупкие, с тонкими руками и ногами, высоким лбом, круглым беременным животом и плоской грудью. Для того, чтобы добиться желаемого размера, грудь перебинтовывали и перетягивали специальными пластинами уже с детства. Конечно, на пользу здоровью это не шло. Затем во Франции вошла в моду большая грудь. Вот тогда женщины впали в другую крайность. Страдалицы натирали грудь крапивой и марганцовкой. От этого жуткого состава грудь опухала и увеличивалась. Вот такие мучения ради красоты. Изысканное шелковое белье, вызывающее ассоциации с галантными кавалерами и их прекрасными дамами, на самом деле появилось из-за вшей. В средневековой Европе царила полная антисанитария, а поскольку мылись тогда только по особым поводам, по два раза за всю жизнь, вши были главным спутником человека. Но от шелкового белья вши просто скатывались и не могли зацепиться лапками за ткань. Точно так же отвратительной воней немытых тел мир обязан появлению знаменитых французских духов. Правда, первые парфюмерные средства не отличались тонкими ароматами. Прекрасные дамы в те времена пахли тмином, кориандром, лимоном и даже чесноком. Мода в средневековье была во всех смыслах смертельно опасной. В моде были высокие лбы, так вот, чтобы избавиться от волос, на кожу наносили состав извести и мышьяка. Когда в более позднее время в мод вошла бледность лица, использовали свинцовые или цинковые белила. Если же убрать румянец полностью все-таки не удавалось, можно было выпить уксуса, делов-то. С пигментацией кожи легко справлялись притирания на основе цианистого калия. Ну а если красотки хотели сразить кого-то необычайно выразительным взглядом, в глаза, долго не думая, капали белодонну. От нее зрачки расширялись и в глазах появлялся особый блеск. Вот только постоянная передозировка могла привести к слепоте, бешенству, а порой и смерти. Впрочем, в те времена отравиться можно было и от платья. Для того, чтобы ткань приобрела красивый зеленый оттенок, в краску подмешивали мышьяк. Травились и сами текстильщики, и портнихи, и модницы. Вот такая вот, хоть и недолгая, но ослепительная красота. Стирка в средневековье была чем-то исключительным. Стирали, как и мылись, пару раз в самые критические моменты. Ну, в общем, может оно и к лучшему, ведь вместо стирального порошка в средние века использовали смесь мочи, щелочи и речной воды. Ну и это еще бы ничего. Приготовьтесь, мочой не только стирали. Ее еще использовали, так сказать, в косметологии. Мочой часто умывались. Ну и завершали этот грязный умытый мочой образ искусственные брови из мышиной шерсти. Мужчины тоже не отставали. Одно время они носили вот такие колготки. Они назывались шоссы. Это переходный вариант между бельем и частью костюма. Изначально это были узкие чулки, которые прикреплялись завязками к поясу. Позднее, к 14 веку, их стали сшивать вместе, как колготки, и они превратились из чулок в штаны. Рукава тоже были странной деталью костюма. Они были съемными, ведь иначе невозможно было снять узкую одежду. Их пришивали на день, а вечером отпарывали или привязывали шнурками. В 13 веке были изданы первые законы о рангах в одежде. Васалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены. Еще одна модная фишка средневековья – шапка. Вместо кошелька. Вот это модный шаперон. В его хвосте хранили монеты и другие небольшие ценные предметы. Впрочем, женские головные уборы средневековья по сумасбродству значительно превосходили мужские. Вот такой головной убор носили не только феи. Это атур – от французского «накрученный, навернутый». Еще его называли «эннен» – моднейший головной убор знати, сделанный на каркасе, из китового уса. Он был не просто модным, по нему можно было определить, насколько знатна его хозяйка. Принцессы носили «эннен» высотой в метр, а придворные дамы – всего-то 50-60 сантиметров. При такой-то высоте жертвам мода приходилось носить на голове от 3 до 11 килограмм. Чтобы войти куда-то, дамам приходилось приседать, некоторым – даже сильно. Бедолаги мужчины писали «Рядом с дамами, одетыми в эннен, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу». Чтобы не казаться карликами, сильный пол стал носить шляпы в виде сахарных голов. Кстати, шляпы человек средневековья очень дорожил. Их помещали на свой герб представители дворянских родов и целые города. Да, щеголи носили иногда одновременно две шляпы – одну на голове, вторую за спиной. Эннен был на пике мода вплоть до 15 века. Ему на смену пришли рогатый чипец и эскафьон. Эскафьон – это золотая сеточка, которая надевалась на голову поверх скрученных в форме рогов коз. Эти головные уборы щедро и дорого украшались золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями. И стоили целое состояние. Как ни боролась с ними церковь, рога было модно носить аж около столетия. Ну а это еще один знакомый нам по фильмам головной убор – темплет. Самая странная модная обувь изобретена тоже в средние века. Чтобы не утонуть в грязи и нечистотах, носили вот такие чоппины. В Англии жених имел право расторгнуть брак, если выяснял, что жена при помощи чоппинов казалась значительно выше. Ходить в них было дико неудобно. Поэтому, чтобы в прямом смысле слова не ударить в грязь лицом, с собой брали служанок, чтобы те поддерживали под руку. Но самое интересное, что носили такие туфли не только женщины, но и мужчины. Впрочем, для мужчин была своя модная обувь – пулены. Ходить в люксовых пуленах было дико неудобно, ведь их длинные части шатались из стороны в сторону, но работать так и вовсе невозможно. Именно непричастность к труду и подчеркивала эта обувь. Для того, чтобы длинные носы не мешали при ходьбе, их пристегивали к браслету у колена цепочками. Считается, что выражение «жить на широкую ногу» своим происхождением обязано как раз пуленам. Если вам было интересно, поделитесь с друзьями и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Буду рада видеть вас и в нашей группе ВКонтакте.